Девушки отдыхают Квартал аварийных зданий в Ленинском районе. Один дом обрушился, а жильцы соседних двухэтажек опасаются проснуться на руинах. И снег, и солнце, и дожди. Каких сюрпризов стоит ждать от октября? Сошлись в Лобовую. Две французских иномарки учинили серьезную аварию на Богородской трассе. Недвижимость растет в цене. Насколько в сентябре подорожали квадратные метры готового и строящегося жилья? И зачем немецкие солдаты оккупировали одну из улиц города? Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Меня зовут Дмитрий Карпов. Здравствуйте. Поговорим о главных событиях понедельника и минувших выходных в Нижнем Новгороде. И вот с чего начнем. На улице Грекова, что в Ленинском районе города, о себе снова дал знать целый квартал аварийных домов. В пятницу вечером там случилось то, чего боялись местные жители. Часть одного из зданий рухнула. По счастью, никто не пострадал. Сейчас около дома действует режим чрезвычайной ситуации. Дежурят спасатели МЧС. На месте аварии побывала Екатерина Вологина. Под завалами окна старый телевизор. На оставшейся стене еще держится батарея. Рухнувшая груда кирпичей повредила трубу горячего водоснабжения. Началось подтопление фундамента. Обрушение произошло в задней части дома. Разрушены несущие конструкции. После осмотра эксперты пришли к выводу – находиться здесь опасно. В любой момент то же самое может произойти и в другой половине этого дома. ЧП случилось в пятницу вечером. Чудом никто не пострадал. Дом номер три по улице Грекова четыре года назад был признан аварийным. Но в нем продолжали жить две семьи. Это собственники квартир, которые должны были получить компенсацию. Но суммы не устраивали, как, впрочем, и предложенный маневренный фонд. В понедельник днем застать кого-либо на месте нам не удалось. Опасно, очень опасно, очень. Он может туда пойти и всех задавить. Наша съемочная группа была здесь в 2014-м. В этом же самом доме номер три по улице Грекова произошло обрушение кирпичной стены прямо под окнами. Администрация Ленинского района тогда и предоставила другое жилье тем, кто занимал квартиры по договору соцнайма. Весь квартал по улице Грекова – дома 50-х годов, так называемая народная стройка. Зрелище печальное. В каждой двухэтажке, если не трещина, то облупленные фасады. И многие жители живут в ожидании нормальных условий. У нас дом признан, по-моему, в прошлом году, в 2017 году признан аварийным. А вообще, по информации, у нас еще до 2015 года, если верить информации, которая была выставлена в интернете, наши дома должны были расселить еще до 2015 года. Говорят, у города денег нет на расселение наших домов. Сказали – ждите. Вот ждем. Так совпало, что самый известный рухнувший аварийный дом тоже находится в Ленинском районе. Это общежитие на улице Самочкина. К тому, что здание может разрушиться, по кирпичам местные были готовы. На доме красовалась огромная трещина. Но до расселения в том случае дошло только тогда, когда от дома остались руины. Видимо, собственникам квартир, рухнувшего дома на улице Грекова, теперь придется решать вопрос о компенсации уже в суде. А жители других домов этого квартала надеются, что смогут переехать до того, как проснуться на развалинах. Екатерина Вологина, Иван Масов, служба новостей «Город». О других происшествиях в регионе расскажем во второй части нашего выпуска. Ну а сейчас о том, каким будет второй месяц осени. Минувшие выходные и первый день рабочей недели порадовали нижегородцев осенним солнцем и отсутствием дождей. Октябрь, как прогнозируют синоптики, не принесет никаких сюрпризов. Столбики термометров будут показывать средние температуры, то есть на 7 градусов ниже, чем в сентябре. В конце первого осеннего месяца в Нижегородской регион началось вторжение холодных воздушных масс. Температурный режим постепенно будет уходить в более низкие значения. На первой неделе октября не выше плюс 12 градусов в дню. И пока, по прогнозам, до конца недели дожди и паспорта. В октябре больше в наших районах все-таки переходный месяц, и он типичный осенний месяц. А значит, первая половина еще могут быть какие-то возвраты, а вот во второй половине чаще к нам заглядывает зима. Именно осадки, если посмотреть дипозон осадков, это половина, 50% приходится нажидкие, а половина уже на смешанный, и даже около 10% это в виде снега. По народным приметам, первый снег выпадал на Покров, то есть 14 октября. Однако обычно в Нижегородской области снег уверенно заметает улицы лишь в середине ноября. Самая ранняя дата устойчивого снежного слоя, то есть когда снег лег в зиму. По данным наших метеорологов, это 20 октября 1973 года. Тем не менее, к концу месяца автомобилистам нужно быть готовыми к появлению гололеда. С наступлением первых холодов актуальной становится тема погоды в доме. Отопительный сезон в области официально начался в прошлую среду, 26 сентября. Ну а в понедельник региональный министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков проверил, как обстоят дела в Держинске. Тем более, что в городе Химиков после технического перевооружения недавно открылась котельная. Эта котельная стала первой из запланированных к модернизации 11 аналогичных объектов. Оборудование на ней не менялось с 1974 года. Теперь источник тепла стал на 10% энергиоэффективнее, а жители окрестных домов могут быть спокойны за температуру в квартирах. Всего в городе подают отопление Держинская ТЭЦ и 63 котельных. Сейчас запущено 59 теплоносителей. А жители, у которых появляются вопросы, например, по пуску тепла или по другим аспектам работы домоуправляющей компании, могут обратиться в новый центр обслуживания клиентов. Это основополагающий элемент работы с жителями. И мы всегда обращаем внимание всех домоуправляющих компаний, ТСЖ, на открытие современных офисов обслуживания наших граждан. Те ЖЭКи, которые сейчас, наверное, будут доживать последние дни, на протяжении нескольких лет, превратятся в такие центры обслуживания, где можно будет без очереди. Максимальное количество времени потрачено – это 10-15 минут. Хорошие условия. Я думаю, персонал, вы видите, подготовлен для общения с жителями. Этот центр конкретный управляющий компанией, самый большой в Держинске, но только одной. Было бы правильно, если бы другие управляющие компании, ТСЖ, также присутствовали в этом центре, и он мог стать независимым оператором для всех жителей города Держинска. Местные жители уже оценили работу центра. В нем также оказывают услуги по прописке и выписке жильцов, выдачу справок, прием заявлений от населения, оказание консультаций по вопросам ЖКХ. К другим событиям. Скорая помощь меняет правила работы. Теперь пациентов будут доставлять не в ближайшие медицинские учреждения по месту жительства, а туда, где им окажут исчерпывающую помощь по профилю заболевания. Об это и других новостях расскажем короткой строкой. Фельдшеры неотложек с 1 октября обязаны госпитализировать больного не в дежурный стационар по месту жительства, а в медучреждения, которые непосредственно специализируются по тому или иному заболеванию. Также, согласно новым правилам, расширятся функции врачей неотложки. Теперь они смогут устанавливать дистанционные консилиумы с коллегами по вопросам диагностики и лечения пациента. Водители без страховки начнут вычислять и штрафовать с помощью дорожных камер. Зафиксированные госномера будут проверяться по базе информационной системы ОСАГО. Информация о нарушениях отправится в ГИБДД для оформления штрафа в размере 800 рублей. Нововведения заработают уже в этом месяце, сначала в Москве, а затем в регионах. В Нижнем Новгороде стартовал месячник по безопасности дорожного движения «Засветись». Цель проекта – научить ребят правилам поведения на дорогах в темное время суток. В течение месяца в образовательных учреждениях пройдет обучение в игровой форме для младших школьников и конкурсы на самое оригинальное оформление одежды светоотражающими элементами для ребят постарше и их родителей. Также будет создан интернет-ресурс, где можно оставить свои замечания по уличной дорожной сети вблизи школ. Все они будут рассмотрены госавтоинспекцией для принятия необходимых мер. Авиарейсы в Пермь появятся в осенне-зимнем расписании аэропорта Стригена. Новые направления стартуют со 2 ноября. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам в 16.50 из Нижнего Новгорода и в 21.05 из Перми. Минимальная цена в одну сторону составит 888 рублей. Ну а далее мы возьмем небольшую паузу и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Сошлись в Лобовую. Две французских иномарки учинили серьезную аварию на Богородской трассе. Недвижимость растет в цене. Насколько в сентябре подорожали квадратные метры готового и строящегося жилья? И зачем немецкие солдаты оккупировали одну из улиц города? Вы смотрите служба новостей город и мы продолжаем. Попалась на подмене анализов. Психиатр-нарколог из Арзамасской центральной больницы помогла нарушителю правил дорожного движения по результатам экспертизы стать трезвым. Хотя в момент совершения правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Заказанную услугу врач получила вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Сейчас подозреваемой предъявлено обвинение. Свою причастность к подмене анализов она признала. О других происшествиях в регионе расскажем далее. Два автомобиля Рено попали в аварию в Богородском районе недалеко от села Олешково. Участниками лобового столкновения стали модели Сандера и Дастер. Людям, находившимся в автомобилях, понадобилась медицинская помощь. Еще одна машина, уходя от столкновения, вылетела с трассы в Кювет. В Кстопском районе недалеко от Витчика фура прокинулась на бок. Судя по кадрам от очевидцев, водитель большегруза либо уходил от столкновения со встречным автомобилем, либо не справился с управлением. О пострадавших не сообщается. В Нижнем Новгороде на проспекте Октября в зоне действия пешеходного перехода столкнулись иномарка черри синего цвета и серебристая лада. Со слов очевидцев, водитель иномарки был не трезв, к тому же покинул место аварии. А вот в каком состоянии находился нижегородец, который в голом виде забрался на крышу полицейского отдела на Нижневолжской набережной, предстоит выяснить врачам психиатрической больницы. Мужчина не просто разгуливал в неглиже, но еще и кидался кирпичами, видимо, пытаясь попасть в стоящие внизу машины. В конце концов, его сняли с крыши полицейские, которые перед этим какое-то время пытались понять, как он туда попал. На этом обзор криминальных событий завершен. Ну а если вы стали очевидцами происшествий или аварий, присылайте ваше видео в группу первого городского телеканала ВКонтакте. От происшествий к экономическим темам квадратные метры подросли в цене, пусть и незначительно. На рынке готового жилья Нижнего Новгорода единица площади за сентябрь подорожала почти на 300 рублей. Сколько сейчас стоит квадрат и в каком районе его цена выросла значительнее всего, расскажем в обзоре финансовых новостей. Средняя цена квадратного метра готового жилья в столице Приволжья по итогам первого осеннего месяца составила чуть более 61 тысяч рублей, что на полпроцента выше, чем было в августе. Наибольший рост, отмечен в Нижегородском и Приокском районах, менее всего квадратный метр подорожал в Сормове. Тем временем на рынке строящегося жилья города по итогам сентября цена квадратного метра выросла на 278 рублей, составив в среднем 64 тысячи рублей за единицу площади. Значительнее всего квадрат подорожал в Нижегородском и Советском районах, вместе с тем в Московском и Сормовском наблюдалось существенное снижение стоимости. Промышленное производство в Нижегородской области за 8 месяцев текущего года выросло почти на 4%. Наибольшее увеличение наблюдалось в химической отрасли, а также на предприятиях, которые выпускают электрическое оборудование, металлургическую продукцию и одежду. Общий объем отгрузки товаров с января по август превысил 940 миллиардов рублей. Интерес россиян к покупке жилья за границей этим летом вырос в полтора раза. Более половины спроса пришлось на курортную недвижимость, преимущественно виллы и апартаменты, как для собственного проживания, так и для вложения средств. Бюджет покупки по сравнению с прошлым годом не изменился, а по сравнению с докризисным периодом сократился в несколько раз. В кризис клиенты покупали виллы по цене от 10 до 20 миллионов евро. В этом году наибольшим спросом пользовались объекты стоимостью от 2 до 4 миллионов евро. Особый интерес вызывают объекты во Франции, Италии, Испании, Греции и на Кипре. По данным Центробанка, курс американской валюты на вторник 65 рублей 62 копейки, европейской 76 рублей 17 копеек. Цена за баррель нефти марки Brent 82 доллара 90 центов. Немцы в городе этот клич в минувшие выходные молниеносно разнесли по соцсетям нижегородцы, дополняя публикации фотографиями и видеокадрами, на которых по улице Костина деловито разъезжают солдаты вермахта. Исторически так сложилось, что германские захватчики до столицы Приволжья в годы Великой Отечественной войны не дошли. Итак, чем же объясняется их появление в городе спустя 70 с лишним лет? Нижний Новгород снова стал съемочной площадкой. На этот раз для масштабной военной драмы под названием «Идущий с надеждой». Режиссер картины – нижегородец Сергей Веселов. О начале съемок киноленты он объявил еще в середине августа, когда обратился к землякам за помощью в поиске реквизита и интерьеров. Также режиссер пригласил массовку всех желающих. К слову, некоторые наблюдатели ехидно заметили, что машины, на которых ездят немцы, нарушают правила дорожного движения, паркуются на пешеходном переходе и нарушают правила одностороннего движения на улице Костина. Впрочем, для художественного фильма такое поведение транспорта не принципиально. Отмечу, что Нижний Новгород постоянно становится местом съемок. Из недавних картин, отснятых у нас, можно выделить комедии «Я худею», выпускной и сериал «Метод». Как ведущий проекта «Звезда караоке» на Первом городском попал в группу «Хай-фай», кто дал большой концерт на Большой Покровской, а также что еще, лайкнули и репостнули нижегородцы, расскажем в нашем обзоре социальных сетей. Нижегородцы приняли и даже разрешили. Решили подпевать, правда, за кулисами. Ну а если серьезно, группа «Хай-фай» выступала перед нижегородцами на дне машиностроителя, а наш «Ефим» тоже создавал настроение праздника. Концерт под открытым небом. Нижегородская группа ЕЛФ для своего выступления выбрала самую проходимую улицу города – Большую Покровскую. Музыка Белочка Белочка забежала в магазин на улице Рябцево, но для пушистого покупателя там, видимо, ничего не нашлось. Орешки, спрятанные в пакетах, не заинтересовали. Вот и пришлось зверьку недовольно метаться по магазину и срочно искать выход. Марго, это опять папа. Почему ты оставила ноутбук дома? Я не смог связаться с Марго. Что? Ты не можешь найти Марго? Занятия в группе закончились в 9. Она сказала, что это на всю ночь. Нет, она... Захватывающий триллер «Поиск» продолжает собирать зрителей в Нижегородских кинотеатрах. В основе сюжета – пропажа 16-летней девочки. Когда полиция и детектив берутся за расследование, но спустя 37 часов не находят никаких зацепок, на поиски отправляется отец. Из личного ноутбука дочери он узнает много нового. Чем закончится история? Смотрите в кино. За месяц до Хэллоуина в США, в штате Миссури, ищут смельчаков, которые готовы пролежать в гробу 30 часов. С собой можно взять телефон или развлекаться просмотром встроенного в группу телевизора. Без еды и напитков тоже не оставят. Также участникам разрешат выходить на 6 минут каждый час. Победитель конкурса получит 300 долларов и бесплатное посещение парка ужасов в следующем году. Ну а какие еще интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Спонсор рубрики «Хорошие новости» – «Цирк на слонах». Было великолепное лето, и практически такая же осень. Поэтому причин для грусти пока нет вообще никаких. Даже уже не так страшна зима. Очень порадовало то, что дочка поступила на факультет журналистики в этом году. Мы все очень порадовались за нее. Это, наверное, самое большое такое событие. Сын порадовал. Ну, он у меня учится в аспирантуре, и, в общем-то, радует меня своими успехами. На 2 килограмма похудела. Это тоже хорошее, тоже радует. И в конце выпуска о погоде посмотрим, какой прогноз ожидает нас в ближайшие 3 дня. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом выпуск завершен. Желаю вам только хорошего настроения, отличных новостей и до встречи в городе. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Торзок Субтитры предоставил DimaTorzok